Приветствую вас. Довольно однозначный вопрос, но довольно неоднозначный по сути. Муж не берет на корпоратив, он сам директор, говорит, что так принято всеми способами показывать, что не хотел бы, чтобы я шла. Меня это напрягает, я начинаю задумываться, что есть что-то, что он хочет скрыть. Это моя паранойя или все-таки стоит задуматься? Просто, смотрите, я думаю, что, конечно, мой коллега Кудрыщев Игорь Жеонидович в какой-то степени прав в том, что вы действительно переживаете, вы действительно волнуетесь, вас действительно это беспокоит, и я думаю, что, скорее всего, скорее всего, скорее всего, это все, но вот действительно проблемы с самооценкой у вас какие-то есть, и проблемы с уверенностью в себе, и проблемы, собственно, с доверием, да, к вашему мужу у вас, ну, скорее всего, тоже это все присутствует в той или иной степени, конечно же. Но, как мне кажется, как мне кажется, повторюсь, это не сказать, чтобы прямо, знаете, главное. То есть я бы не сказал, что это прямо вот главное. Именно в контексте взаимоотношений, если мы вот говорим именно про взаимоотношения, то, на мой взгляд, это, конечно, не главное. На мой взгляд, главное заключается в том, что вы друг другу не доверяете. На мой взгляд, главное заключается в том, что вы выстраиваете отношения, в которых нет доверия. Вот, на мой взгляд, что является самым главным. Я думаю, что определенные проблемы, определенные проблемы у вас в отношениях, скорее всего, присутствуют. То есть определенные трудности в отношениях у вас, скорее всего, присутствуют. И я думаю, что в первую очередь нужно смотреть и стараться гармонизировать ваши отношения, чтобы вот это, то, о чем вы говорите, не было бы самым главным, самым важным для вас. Потому что сейчас все выглядит так, как будто это самое главное и самое важное. А это, конечно же, не так. То есть, ну, понимаете, если люди, грубо говоря, ну вот, друг другу интересно, да, если людей связывает, вот, так скажем, что-то общее, да, вот, то, на мой взгляд, все остальное не имеет какого-то большого значения. Поэтому я бы здесь вот в первую очередь предложил бы такое направление, как гармонизация отношений. И анализ, вот, такой максимально подробный, максимально тщательный анализ того, как вы, вот, ну, вообще друг с другом взаимодействуете, да, и что между вами общего, ну, я имею в виду между вами и вашим супругом, вот. И дальше уже как-то вот это можно было бы исследовать, дальше это уже как-то можно было бы смотреть, дальше уже можно было бы как-то в этом разбираться. На мой взгляд, вот, по моему мнению, если это сделать, то сама проблематика того, что вы описываете, опадет. Она может отпасть, и если вы, допустим, будете больше интересоваться своей жизнью, да, вот именно вашей собственной жизнью, если вы будете интересоваться, тоже как бы эта проблематика вполне может отпасть. Но это уже вопрос больше касающийся индивидуальной терапии, вот. Я, на самом деле, предложил бы в первую очередь с мужем вашим поговорить, да, и просто вот выразить ему ваши чувства, вот, и постараться узнать, в чем вообще дело, да, и как бы, почему человек вот так себя ведет. То есть, ну, возможно, на это есть какие-то причины. Я бы спросил вас, почему, когда такая ситуация возникает, первая ваша мысль заключается в том, что что-то не так. понимаете, да, то есть, ну, вот, первая ваша мысль заключается именно в том, что человек, ну, что-то, что-то вот скрывает. Поэтому у меня к вам, вот, наверное, такой будет вопрос. То есть, ну, не случайно же вы думаете, вот, в первую очередь, именно об этом. Не случайно же вы, как бы, вот думаете, что мы есть, то скрываем. Сразу же. Вот, мне кажется, что в этом есть некоторые основания для этого. Ваша тревога, страх и так далее. Вот я об этом. На это, в первую очередь, обратил бы внимание. Естественно, что не зная ваших отношений с супругом, сложно сказать, наверняка, ну, вот, по поводу того, имеет ли основание важную реакцию. Она, скорее, берет свое начало не из-за вот этих действий вашего мужа. Она берет начало и в целом отсутствие доверия, отсутствие близости, отсутствие общего между вами. И, на мой взгляд, если вы хотите ваше отношение с мужем сохранить, вам необходимо действовать в этом направлении. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!